Отопительный сезон 2022-2023 года в самом разгаре. Люди активно разогревают свои дома и топят печь. Однако далеко не все знают об опасности угарного газа, которого часто называют молчаливым убийцей. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. А вот одна из жительниц города знает о такой опасности, поэтому и обратилась в Управление по чрезвычайным ситуациям города семей. Женщина рассказала, что является тетей инвалида третьей группы по слуху, у которой живет один. Переживая за своего племянника, Жанна Гантулиубаева попросила сотрудников УЧС установить у него дома датчик угарного газа. Это устройство реагирует на увеличение количества угарного газа в помещении и будет громким сигналом спящего человека. Пошла сама. Думаю, вдруг он один, и неприятность какая-нибудь будет. Потом будет еще обидно, что я не посмотрела, не соизволила ему помочь. Благодарю за ответственность ребят, к которым я обратилась за короткие сроки. Ребята мне установили датчика. Я благодарна им. Большое спасибо. В управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что на учет по городу взято 47 607 частных жилых и дачных домов. Ежегодно дома обходят сотрудники управления совместно с волонтерами, местной полицейской службой и другими неправительственными организациями. Местным жителям вручают памятки о мерах пожарной безопасности. По семейскому региону имеется 843 социально уязвимых семей, такие как малоимущие семьи, одинокие старики, инвалиды, материи-одиночки и так далее, на которых осуществлен 100% подборовый обход. Вместе с тем начата работа по установке 300 датчиков угарного газа, приобретенных через спонсорские средства. Проведенный анализ пожаров показал, что наибольшее их количество приходится на жилой сектор в составе 177 пожаров. По словам Алибека Трусенханова, основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности. За прошлый отопительный сезон отравления угарным газом в городе получили 28 человек. Один из них скончался.